Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Монтаж Антон Куваев. Закадровый голос Алексей Миловидов. Режиссер Александр Кузнецов. Эва. Эволюшн. Вообще, что такое эволюция? По теории Дарвина, это постоянное улучшение, совершенствование кого-либо, чего-либо. И если мы говорим о машинах именно об Эва, то они полностью соответствуют этой теории. История модели началась в конце 92-го года. Первый Эва выпускался чуть более года, и главным его предназначением являлось выступление на мировом чемпионате по ралли. Автомобиль получил двухлитровый турбодвигатель 4G63 с активом в 244 лошадиные силы и систему полного привода от модели Galant VR4. Продавался он только на японском рынке, и выпущено их было совсем немного. В декабре 93-го свет увидел второй Эва. Автомобиль являлся скорее апгрейдом предшественника, нежели новым поколением. Выпускался он также недолго, вплоть до 95-го. Кузов второго поколения сделали выше, а задний спойлер и колесную базу увеличили. Мотор также подкачался и развивал теперь 252 лошадиные силы. Второе поколение эволюшенов было построено на платформе CE9i и оснащалось только пятиступенчатой механикой. Но и для него недолго музыка играла. Эва пользовались бешеной популярностью, а техники Mitsubishi старались в полный рост, ведь участие этого автомобиля в WRC заставляло их ускорять эволюцию модели. Уже в августе 95-го Mitsubishi представили свою новинку – Lancer Evolution третьего поколения. Ущипните меня, эта машина тех лет! Присмотритесь к переднему бамперу, такое количество воздуховодов и воздухозаборников на серийном автомобиле тогда очень трудно было себе представить. Дизайнеры работали спина к спине с инженерами, чтобы максимально улучшить подачу воздуха в интеркулер, радиатор и к передним тормозам. Боковые пороги, задний бампер, молдинги и задний спойлер были также переработаны с определенной целью – уменьшить подъемную силу на высоких скоростях. Новая Эва выдавала уже 270 лошадей 309 ньютон-метров крутящего момента при шести с лишним тысячах оборотов. В паре с двигателем выступала все та же пятиступенчатая трансмиссия. Классика жанра. Первые три поколения, первые три, соответственно, Эволюшина – это, я думаю, это просто… Они и выпускались таким малым тиражом, что были рассчитаны на то, чтобы получить допуск на участие в ралли. То есть выпустите какое-то минимальное количество машин, это же типа серийные тогда автомобили, вы тогда можете участвовать на серийных автомобилях. Кстати, это одна из причин, почему первые Эволюшины, первая партия первых Эвиков разобрали их буквально там за 24 часа. За два дня их раскупили все. Первое, второе, третье поколения я бы назвал это такой пробой пера. То есть это даже была не проба пера, это были такие автомобили, что нужно было с чем-то заявиться, с чем-то прийти. Платформа Lancer Evolution была принципиально изменена в 96-м и имела аббревиатуру CN-9A. Четвертое поколение Эво предстало перед потребителем совершенно в новом свете, и этот облик сделал машину безумно популярной. Она начала официально экспортироваться и на зарубежные рынки. Именно на четвертом Эвике впервые появилась новая система Active Yo-Control, в простонародье Айк или Аяк, которая распределяла крутящий момент между осями в зависимости от дорожной ситуации. Пятая генерация модели увидела свет в январе 98-го и имела в арсенале все тот же 4G63T, но развивал он уже 276 сил и почти достиг внегласного максимума. Поэтому производитель работал над крутящим моментом, который в пятом поколении был поднят до 373 ньютон-метров при 3000 оборотах в минуту. Нужно отметить, что пятое поколение базировалось на видоизмененной платформе CP9A, а в паре с обновленным мотором выступала традиционная пятиступенчатая коробка передач. Шестое поколение было представлено в январе 99-го и выпускалось вплоть до марта 2001-го. Lancer Evolution 6 стал для Mitsubishi автомобилем, на который пришелся период сосредоточения сил на развитии систем охлаждения двигателя. Инженеры компании увеличили решетку радиатора, масляный радиатор, установили новые поршни и в некоторых комплектациях поставили новую магний-титановую турбину. В 1999-м компания выкинула на рынок новую версию Mitsubishi Evo 6 – Tommy Miyakinin Edition, которую многие знают как Evo 6.5, созданную в честь финского гонщика, выступавшего на WRC за команду Mitsubishi. Именно в 1999-м он стал четырехкратным победителем мирового первенства по ралли. И тут хочется отдельно рассказать об этом финском гонщике – трактористе, начинавшем свою карьеру без спонсоров за собственные деньги, который умел творить чудеса на трассе и который, как никто другой, популяризовал Evo в массы. Наша история умолчит о периоде становления Tommy как профессионального ролиста. В течение многих лет он выступал на разных автомобилях, выступал дерзко, красиво и, естественно, в определенный момент он был замечен представителями раллийной команды Mitsubishi, которая имела хороший автомобиль, но страдала от отсутствия быстрого пилота. В конце июля 1994-го, перед очередным сезоном, Мякинин стоял перед выбором – продолжить выступать за Ford или принять предложение Mitsubishi. Tommy выбрал второй, а затем весь мир наблюдал за успехами этого самого известного дуэта в мире ралли. Первый титул чемпиона мира за рулем Mitsubishi Lancer Evo 3 Мякинин выиграл в 1996-м, досрочно, за две гонки до окончания сезона. За следующий титул пришлось побороться с Колином Макреем до последнего километра последнего этапа. Тот этап закончился победой Макрея, но Мякинин взял-таки чемпионство с преимуществом всего в одно очко на своем Mitsubishi Lancer Evo 4. В 1998-м Мякинин уже на пятом Эволюшине опять боролся за мировой трофей в ралли до последнего этапа чемпионата, но теперь уже с испанцем Карлосом Сайенсом. Перед заключительным этапом Мякинин лидировал в серии с преимуществом лишь в два очка, но из-за аварии ему пришлось прервать гонку уже в самом начале. Казалось, что титул упущен, но автомобиль испанца остановился за несколько сотен метров до финиша последнего спецучастка из-за неисправности двигателя. Мякинин получил третий титул чемпиона мира по ралли. В 1999-м волнений было не так много, как годом ранее, и Мякинин на Mitsubishi Lancer Evo 6 выиграл чемпионату англичанина Ричарда Бернса с отрывом в 7 очков. Каждый эвовод, каждый владелец Эволюшина, естественно, знает, кто такой Томми Мякинин, и, естественно, наверное, в глубине души хотел бы с ним пообщаться. Мне вот, честно говоря, интересно, что бы эвоводы сказали, о чем бы говорили с Томми Мякининым, если бы встретились с ним лицом к лицу. А кто это? Кто-то ему сказал. Наверное, с удовольствием бы с ним прибухнул. Пожал бы ему руку. Легенда. Легенда – это я. Я бы попросил расписаться на кузове моего автомобиля. Ну, я в любом случае сказал бы ему спасибо. Ну, ладно, я шучу. Не знаю, давай заедемся. А я предложил ему выпить вместе. Томми Мякинин, Томми Мякинин, Томми Мякинин, Томми Мякинин. Мужик крутой, мужик ехал, он жил этим, это его стихия, и потратил всю свою жизнь, и осознанную, вообще всю свою жизнь. Он отдал ралли и автоспорт, я бы даже сказал. Митсубиши на волне, популярность, все фанатеют, круто. Люди хотят этот автомобиль. Это нормально, что публика загорелась, и Митсубиши поступают коммерчески правильно, они начинают ковать железо, пока горячо, а появляется на рынке Evolution 7. В марте 2001 на свет появилась седьмая генерация модели Lancer Evolution. Автомобиль был построен на платформе Lancer Cedia CT9A и весил несколько больше стандартного Lancer аналогичного поколения. Огромные изменения были проделаны в плане дизайна автомобиля. Новые фары, решетка радиатора, передний бампер, комплект спойлеров тоже стал эффектнее, и в целом дизайн машины стал более привлекательным. Это был реально жирный автомобиль. Под капотом все те же 276 лошадиных сил, но крутящий момент был увеличен до 385 ньютон-метров. Впервые Эва получил и автоматическую коробку передач. Это была пятиступенчатая Fuzzi Logic. Ставилась опционально, а механика, соответственно, предлагалась по умолчанию. Начиная с седьмого поколения, Эвики стали оснащаться активным центральным дифференциалом, АЦД, который вкупе с Айком давал пилотам потрясающие возможности в управлении. Новое, восьмое поколение популярной спортивной модели выехало с конвейера в январе 2003-го. Яркий агрессивный дизайн, широкий фирменный спойлер. Машина произвела потрясающее впечатление на потребителя. Также теперь стала доступна и версия МР. Она была более острой в управлении по сравнению с обычным Evolution, так как оснащалась алюминиевыми панелями на крыше и прочими элементами облегчения веса. Благодаря электронным системам полного привода от CDI к работающим в связке со спортивным АБС, восьмой Эва драл на автодроме в Бетфорде таких соперников, как Audi RS4 и Porsche Carrera 4S. Любимую всеми девятку начали выпускать в марте 2005-го. В том же месяце автомобиль стал продаваться на европейском рынке, а затем, спустя несколько месяцев, машину представили и на американском, в рамках Нью-Йоркского автосалона. Девятая Эва считалась самым трушным, благодаря наиболее легкому среди седьмого, восьмого, девятого поколений кузову, а также впервые примененной системе Mi Vec. С ней двухлитровый 4G63T официально располагал мощностью в 281 л.с. и крутящим моментом в 392 Нм. Позже на рынке появилась довольно редкая модель, созданная на базе девятого Эва – Universal Lancer Evolution. Их было выпущено порядка двух с половиной тысяч экземпляров, и они особенно ценятся среди любителей марки. 7, 8, 9. Они делают довольно длительный период времени, платформа морально устаревает, даже несмотря на то, что у нас есть кондиционер, есть музыка, все удобно, все здорово, но все же потребитель любит комфорт. Появляется на рынке десятка. Все владельцы эволюшенов, нет, наш мир рухнул. Они отказались от 4G63T, они развернули его в другую сторону, это же неправильно, некошерно. Как же так? Наша любимая турбина имеет теперь более короткий выхлоп. Мы ее теперь не сможем легко, быстро менять. Когда мы на этих машинах, обычный потребитель, как часто он лазит, меняет турбину. И действительно, десятая Эва, сошедшая с конвейера в 2007-м, такой какой-то слегка занудный, что ли, по сравнению с остальным семейством. Возможно, благодаря тому, что для подавляющего количества обывателей он выглядит как овощ. Да, дизайн шикарный, свежий, дерзкий, не побоюсь этого слова революционный, но когда мы смотрим на Эва предыдущих поколений, мы сразу понимаем, что это заряженная версия, обособленная от простых лансеров, а вот десятая Эва надо разглядеть. И разглядеть его лучше где-нибудь на треке. Ведь это все тот же полноприводный турбовый монстр, правда, слегка набравший вес. Старый добрый 4G63T был заменен на полностью алюминиевый 4B11T. А место автомата заняла шестиступенчатая полуавтоматическая коробка передачи ССТ с двойным сцеплением, которая в паре с новым полным приводом ICOM и ACD не дает скучать владельцам в абсолютно разных дорожных ситуациях. В моем понимании, десятка это как раз таки эволюция девятого лансера. Вот эволюция 7, 8, 9, всегда же была эволюцией. У нас произошла следующая эволюция. От идеи изначально роли никто не отказывался. Это просто следующий этап. Ты либо эволюционируешь вместе с автомобилем, либо остаешься на пороге истории. Эва-фест 2020 Абсолютно, наверное. Диана. С-со Абсолютно, наверное. . Абсолютно, drivesно 7, 12, Mahua. Абсолютно,в touchscreen Абсолютно,ез sed�, од Étя, де God Well Абсолютно, затяжка Абсолютно,ヒерр 왕 Стримания Музыка У каждой тусовки есть страшная тёлочка, сегодня, походу, это я. Ой, 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 папа, я пикаю. Тос ему ещё не идти, мне интересно, надо, вот чтобы оно ездило, работало и радовалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот оно полное. А чё моргает тогда? Мимо этого не моргает. Моргает такой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очередной пит-стоп понадобился развалюшинам. Отключить аккумуляторку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто тормозишь и вводит, пи***ц, и в руль слегка отдаёт. Не бьёт, а вводит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В том году сидели, отдыхали с ребятами, и пришла такая идея, что не было фестивалей, посвящённых эволюшинам. Мы решили в том году с Ксенией, которая руководит Max Power Cars, организовать первый фестиваль в том году. Это было 20 лет создания EV6. К этому приурочили, и вот организовали, и ребята все приехали в прошлый раз. А в этом году 20 лет TME. Соответственно, есть ещё один повод встретиться и отметить 20-летие классного автомобиля. На фестиваль я не жалею, что приехал. Я очень жалею, что у меня не получилось приехать на своём автомобиле, потому что, блин, я очень хотел прокатиться на Moscow Raceway. Плюс у меня редко бывает возможность куда-либо выбраться. Здесь так получилось совпало с отпуском, и были сомнения, как я без машины, ехать, не ехать. Ну и тут на помощь пришла эво семья. Эво семья. Ехал я как-то по одной улице, всеми известной, в Санкт-Петербурге, к Витебскому проспекту. И тут догоняет меня один автомобиль, и начинает равняться. Я понимаю, что он очень похож на тот же автомобиль, который у меня. Я поворачиваю голову, и там сидит парень с такой улыбкой, ну добродушной, соответственно. И он мне показывает пальцем, мол, паркуйся. Такой, окей, я паркуюсь. Я понимаю, что тоже на Эвике едет, но для меня это было как-то совсем неожиданно и непривычно, честно. Когда человек тебя догоняет и отормаживает, чтобы познакомиться, как я полагаю. Я хочу ему сказать огромное спасибо, что так получилось. Потому что если бы не он, я бы не узнал, кто такой товарищ Глухов, команда, ралли-класс. И в дальнейшем, что можно познакомиться с такой обалденной семьей. Ну, семьей, наверное, это неправильно сказать, что-то большее, чем семья. И уже педаль в полную, там была М3, кабриолет, механика. И уже полбака не было. Примерно так, да? Нет, сразу подорвался. И так же заметил. Ура! Изначально был Тюнинг Эво форум. Там многие встречались, тусили, даже были какие-то встречи. Я там в 2006 году, не знаю, ребята, по-моему, там, может быть, два года раньше, да, там многие образовались и ездили. Раньше были частые встречи, какие-то там праздновали, там, какой-то год-два Тюнинг. А потом, не знаю, я думаю, что многие выросли, да, из этой машины, там многие купились какие-то более быстрые машины, там, может быть, какие-то другие марки ушли. Но некоторые, я знаю, там, наверное, человек, как бы, 10-12, там, кто... С самого начала основания этого клуба, да, ну, скажем так, не знаю, как бы, движение эволюшенов, да, как бы, в России, я их знаю, они до сих пор владеют эволюшенами и им очень нравится, они прям за эволюшен. Семья, она и есть семья, она тебя поддерживает, она тебя где-то может поругать, но все равно вы друг друга любите, вы все вместе, вы все равно в клане, вы как шестеренки дополняете друг друга. Но это, наверное, самое большое счастье, когда у тебя есть какие-то соратники, которые тебя всегда поддержат, которые тебя всегда поймут, которые, ну, которые с тобой по факту, ну, в любое время дня и ночи могут оказаться рядом. Очень классно Эва Фэмили, когда ты в различных сферах своей жизни, это не связано с автомобилем, но ты неожиданно сталкиваешься с тем, что в этой сфере у тебя есть свой Эвовод. Ты как будто везде, в любом месте можешь прийти и найти своего человека. Не только потому, что вы на одних машинах едете, у вас сразу абсолютно другой уровень отношений возникает. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 И эта машина, она рулится, она управляется очень-очень остро. Я не знаю ни одной другой машины, которая с завода вот так вот управляется. Ну и, конечно, дополняет это все очень жесткий кузов, легкий вес, в отличие от всех там маскалкаров, и очень моментный классный мотор. Кстати, у нас есть прекрасная возможность показать основные агрегаты EVO на примере разобранной раллийной девятки, которая готовится к зимнему сезону в МЛС-сервисе. Начнем с моторов. В девятых EVO, как и во всех предыдущих, установлен легендарный 4G63T – рядный турбированный двухлитровый двигатель, который, начиная с четвертого поколения, был развернут выпускным коллектором вперед. В девятом поколении появилась система изменения фаз газораспределениями век и более производительная турбина TD05. Все это выдает 286 лошадиных сил и 400 ньютон-метров момента уже с 3000 оборотов. Если же говорить о трансмиссии, то на этом EVO установлена пятиступенчатая механическая коробка передач, работающая вкупе с активным центральным дифференциалом ОЦД. Благодаря электронике он регулирует степень блокировки между осями и позволяет использовать три режима – асфальт, гравий и снег. Ну, раз уж у нас подготовленный для ралли автомобиль, то и подвеска на нем установлена соответствующая. Взамен заводских бельштайнов на этом EVO стоит Эрленд с выносными бачками и всевозможными регулировками на сжатие и отбой. Многие заметят неродные тормоза и действительно на передней оси установлены четырехпоршневые суппорты от Subaru. Это позволяет применять в гонке пятнадцатые колеса. Как и говорил Максим, в EVO с завода во всей подвеске установлены шарнирные соединения – ШАЭСа. Мощный кардан соединяет передний редуктор с задним, на котором установлен узел Super Ike, построенный на базе обычного свободного дифференциала. Корпус дифференциала Ike соединен полуосями через дополнительные передачи – понижающую и повышающую. Они включаются при помощи мокрых сцеплений по команде компьютера. С помощью насоса и гидравлики дифференциал Ike позволяет создавать момент относительно вертикальной оси разницы тяги на задних колесах. В каждой полуосе с помощью фрикционов могут подключаться повышающие редукторы. Ike не просто позволяет, а заставляет колеса вращаться по-разному. Это дает фантастический эффект. Автомобиль практически невозможно поставить в занос под тягой. В задней подвеске также с завода отсутствуют какие-либо сайленд-блоки. И в скопе получается вот этот нонсенс, эта обалденная машина Evolution, которая заставляет себя влюбляться. Если честно, первые пять лет после ДТП, после того, как оказался в коляске, я не планировал управлять автомобилем. В общем, мне казалось, что эта история закончена в моей жизни. Но вот Эва как раз, скажем так, открыл новую грань, позволил вспомнить забытые ощущения. И, честно говоря, дарят мне непередаваемые эмоции, которые мало какой автомобиль может дать. Святой Отец, я согрешил. В прошлом я Хонда-вод. Ну, как это всегда и бывает, в какой-то момент просто лично я в своих каких-то взаимоотношениях с автомобилем уперся в такую границу, что Хонда больше не может дать то, что ты хочешь. Все свои машины, начиная от Хонды, заканчивая этим самым Эва, выбирал реально за пять секунд буквально. То есть я знал, что мне эта машина нравится, но когда я сел за руль Эва, я уже в тот момент знал, что это моя машина. У меня долгое время было БМВ. И рулежка прикольная, комфорт какой-то там спартанский прикольная, но все равно не хватало эмоций. Машина без души. То есть хотелось ощущать какой-то заряд, я не знаю, эмоций, ну что, попадешь, не попадешь в передачу. Не знаю, что-нибудь тебе отвалится, не отвалится. И как-то так получилось, что жизнь меня свела с ововодами. Мне дали попробовать. Это был, наверное, далекий 2014 или 2013 год. И я такая думаю, блин, мне нужна эта машина. Вот я сделаю все, чтобы она у меня была. Реально, я купил тачку пьяным. Думал я, наверное, секунд пять-шесть. Я, наверное, потратил полчаса обсуждений с самим собой уже в дальнейшем. Буквально два дня приняли решение, что надо брать. Особенно, когда меня прокатили, ну там дух захватил, и я прям все. Меня купили, я продался. Вот этим эмоциям. Эволюшн – это машина, которую можно использовать круглый год. И это самое главное. То есть лично вот в моем автомобиле есть два конфига – летний и зимний. Перекидывая этот комплект зимы на лето с лета на зиму, я получаю по факту, ну не совсем абсолютно другой автомобиль. Но автомобиль, который я могу использовать сначала на асфальте, на кольце, а затем использовать на каких-то зимних обалденных покатушках по замерзшим озерам, по ледовым трассам автодрома, по чему угодно. Вот я на многом ездил, на мотоциклах ездил, там на разных и на машинах на разных, но езда на ЭВА зимой по подготовленной ледовой трассе не сравнится ни с чем. Это самый кайф. Самый кайф и, наверное, самая уникальность этого авто. ЭВИК – это очень волшебная машина. Я еще говорю в голове людям, что всего есть две машины, которые с завода, с конвейера готовы участвовать в ралли. Это STI и Evolution. Ну, Evolution, конечно же, мне ближе. Братья по цеху. На самом деле, я, когда только попал в эту ЭВА-тусовку, у меня были такие стереотипы в голове, что вот, значит, ЭВА против STI и вечная борьба – это полная чушь. Когда мы встречаемся со стихами даже просто так на дороге, ну, есть, может быть, какой-то элемент соревновательности, но он не связан с тем, что кто-то на STI, кто-то на ЭВА. Просто можно получить кайф от какого-то совместного, более активного вождения по городу. Те же самые ребята, как и ЭВА-воды. Все, занимаются тем же самым. Гоняют и уличные гонки, и на треке гоняют, и модернизируют и так, и так, и так. Поэтому, ну, как не можно относиться. Да просто субаристов много неправильных. Как-то, я не знаю, молодежь хочет спортивную машину, покупает Subaru, какой-нибудь задрепанный WRX, который едет там на уровне современного двухлитрового дизеля. И гоняют на них, не знаю, машины эти, субаристы эти как-то не воспринимаются серьезно. А так, Subaru, тоже классная машина. Вот я вначале рассказывал про уникальность Evolution. Потому что, на самом деле, все это, в принципе, относится и к Subaru. С одной стороны, это наши братья, потому что только они понимают, что это такое полторы тонны на полном приводе, на умной трансмиссии турбо двухлитровый мотор. С другой стороны, это же наши самые главные конкуренты всегда в спорах, в заездах и так далее. Вот это противостояние, это не совсем, это, знаешь, такое ребячество, вот такое братство. Это как два брата, которые постоянно вместе, постоянно, все детство вместе, у них всегда есть какой-то соревновательный процесс. Есть просто энтузиасты автомобильного дела, хороших машин, мощных машин, полноприводных, и я считаю, никакого разделения не существует. Владение Evo – это очень большая нагрузка на бюджет. Дорого ли владеть Evo? На самом деле, если мы хотим не просто иметь Evo как модельку и на ней иногда выезжать, я считаю, что это неправильно. То есть неправильно платить 42 тысячи рублей в год за то, чтобы три раза выехать на Evolution. Если ты владеешь Evolution, ты должен наслаждаться им каждую минуту. Но получается определенный нюанс, нюанс связанный с тем, если у тебя машина и каждодневная, и ты ездишь в драги, в спринтах, везде, ты должен Evolution, чтобы его полностью пользоваться, содержать в идеальном состоянии. Если мы планируем содержать любой Evolution в идеальном техническом состоянии, в голове без бенза у меня уходило 40 рублей в месяц. Просто на то, чтобы быть Evolution. На содержание Evo нельзя экономить. Многие люди, которые пересаживаются с даже, допустим, лансеров, они не совсем правильно подходят. Где-то бензин похуже зальют, где-то с маслом сэкономят, колодки. И нет, я думаю, что как раз-таки масло, бензин, да, ты меняешь чаще. Это, соответственно, ТО происходит у тебя чаще, обслуживание. Но это необходимо. То есть вот это, наверное, обслуживание, оно не сильно дороже. То есть оно не очень дорогое. А вот сколько ты уже тратишь денег на тюнинг, на то, чтобы его привести в какое-то, скажем так, к какому-то видению прийти, которое ты, это уже другой момент. Здесь бюджеты, я, здесь они не ограничены. То есть насколько у тебя хватит фантазии в этот период времени. Потому что я видел людей, которые в какой-то момент загораются, делают огромное количество доработок, вложений. И потом, не, мне не нравится. И начинает полностью переделывать весь проект. При этом в очередной раз, там, тратя туда огромное количество денег. Мы буквально в прошлом году приняли решение, что необходимо его вылечить. А чтобы вылечить кузов Эволюшена, ну, нужно потратить, наверное, не то, что много денег, а нужно потратить очень много сил и морально быть готовым к тому, что предстоит тебе увидеть. Действительно. Сняв ковер. И вот в тот момент, конечно же, пошатнулась вот эта империя. Империя эмоций, которая была изначально. Я думал, блин, куда я вписался? Это же автомобиль, который все-таки, ну, уже в возрасте, но дарит такое огромное количество эмоций. Я метнулся обратно в прошлое, когда я его покупал, вспомнил эти эмоции. Такой, нет, я хочу продолжить. Вот много-много-много-много очень различных каких-то суждений о том, что вы едете на этих некрухах, им там по 20 лет, там, даже моей десятке, она 2011 года, 9 лет машиной. Ну, блин, ты можешь взять себе Hyundai, Skoda, блин, за эти же деньги, она у тебя будет практически на гарантии. Ну, вы посмотрите на эти машины, просто посмотрите. Это же дизайн, который через 50 лет, когда, не знаю, у нас будут машины летать, когда все будет по-другому, все будут, не знаю, на электричестве, но этот дизайн еще будет актуален по-прежнему. Он потому, что это просто как произведение искусства, висящее где-нибудь в Эрмитаже, и оно было актуальным 200 лет назад, будет и сейчас актуально, люди ходят на него смотреть. Потому что ты получаешь эстетическое удовольствие от этих форм, от этой, не знаю, эти фары. И когда ты еще смотришь на какой-то фреш-образец, который вылизан, ну, очень мало таких машин, по факту. Я уже не говорю о том, что за эти деньги их просто нету. Очень много этапов нужно пройти, чтобы что-то успешно построить. Очень много надо встретить умных людей, чтобы построить правильно, там, может быть, не с первого раза и так далее. И самое главное, я хотел сказать, что есть отличие строителей. То есть есть, допустим, два человека, которые хотят построить две быстрые машины. И дальше есть у них разные бюджеты. И вот я отношусь, наверное, к тем людям, у которых бюджет поменьше. Если у нас бюджет поменьше, но мы хотим собрать что-то стоящее, нам стоящее все равно надо покупать дорогие турбины оригинальные, дорогие мозги, дорогие запчасти мотор. У нас вот эта постройка, если у олигарха она может быть за полгода, у нас она растягивается годами. После того, когда все это заново собирается, и ты вот выдохнул, сел за руль, завел, проехал первые 100 метров, а после этого несколько поворотов, и такой, это стоило того. Эйва и спорт. Discovery's four computers now have primary control with critical vehicle functions. Discovery, go at the throttle. The clock is started. Three, two, one, zero, zero. That's our plan. Lift off of mission 41D, the first flight of the elevator Discovery, and the shuttle has cleared the tower. Еще про эволюшн. То есть люди, которые топят, что Mitsubishi это исконно раллийный автомобиль. Он сделан для ралли, но возможности, которые дает этот автомобиль, просто, ну, сколько угодно фантазии. Он участвовал в ралли, он участвовал в спринтах, он участвует на кольцевых гонках, где десятка себя прекрасно показывает. Столько адреналина дарит все вот эти вот гонки, вот это соперничество, когда там уже идут, не знаю, там тысячные секунды, доли секунды. Так вот приезжаешь на старом ржавом лансере, ну, и едешь примерно, как ребята на дорогих вот этих автомобилях, на тех же самых BMW, на тех же самых Mitsubishi, на дорогих подвесках, дорогих тормозах, на лансере плюс-минус так же. Жаришь, интересно, конечно. Есть, конечно, мысли о том, чтобы, может быть, поехать в кольцо все-таки, потому что оно прям так цепануло, когда я попробовала, но я просто понимаю, что, скорее всего, если ехать, то уже брать какую-то другую машину, делать ее именно для кольца, и тогда на ней прям в бой, чтобы в следующем году весь подиум наш, Питер решает, как бы никто рядом не стоит. Помню, были непередаваемые впечатления, когда я первый раз, в 2011 год, первый раз выехал на наш автодром в Санкт-Петербург, когда он только построился, когда там все разрыто было. Не помню, как там нас допустили, мы катались. Evolution был тогда Stage 2, как говорится, там, ну, около стоковый, правильный такой. Очень понравилось. Получалось, в принципе, ехать, опять же, наверное, от базы на симуляторах и там с детства там на заднем приводе. Участвовал в 2011 году, в первом, по-моему, или, может, второй, но один из первых спринтов на автодроме, второе место занял, Кубок там был. Короче, все было хорошо, и потом началась эпопея с мощностным тюнингом. Были тогда амбиции эти все там объехать, не объехать. И вот то, что я уже упоминал, начали тюнить моторы, много сил, моторы ломались, на дорогие коробки ломались. И вот это вот все продлилось 6 лет. На самом деле жалею. Если бы я продолжил тогда катать какие-то более, ну, более правильные соревнования, более спортивные там, ралли-спринты, тайм-атак и так далее, было бы интереснее. Поэтому сейчас я всем рекомендую и всегда обращаю внимание, что сейчас не круто заниматься стройкой автомобилей. Это отнимает, как уже сказал, время, деньги и нервы. Нужно ездить и кайфовать, получать удовольствие от машины. Чем его заменить? У меня нет автомобилей мечты. То есть какие-то автомобили для чего-то используются и для моих целей, для моих интересов, в том, чем я сейчас болею, Evo, наверное, подходит больше всего. Но автомобиль, на который бы я, возможно, бы променял Evo, ну, я думаю, наверное, Tesla. Я сейчас думаю, потому что мне жалко Evo, потому что мы все знаем, что Evo не выпускается больше, да, и новый автомобиль купить нельзя. У меня там не очень большой пробег, порядка 35 тысяч миль, и, конечно, мне жалко его. И я для трека, думаю, может быть, пересесть на М4 BMW. Я вообще хотела бы ее, конечно, передать детям. Но я просто понимаю, что сейчас вот прибавить, там, ну, как бы, пока забеременеешь, пока родишь, пока им исполнится 18, наверное, мои дети скажут, что мать-то вообще, как бы, как, нормально, тачке 40 лет. Я скажу, господи, это... А материться можно? Это главная целка России, вы че? Пока она со мной, продавать я ее не собираюсь, как бы меня не просили, какой бы мне ценник не называли, потому что прецеденты, естественно, были. Нет, это прям, ну, мое, это как мой ребеночек, как я, как я продам свою малышку? Надо беречь, ну, ездить и беречь, как-то стараюсь так, продавать такие машины, я считаю, нельзя. по возможности, а я ее оставлю надолго, потому что жалко продавать. Такую технику хочется сохранить, сейчас такой техники нету, и с каждым годом все сложнее будет купить что-то такое, и радоваться такой машине. Сmentara, если бы что-то не найти если бы где-то Egyptian я бы не понял, я бы не тянешьchnik, я бы не спросил, а жалкостей, я бы не promotionalonie, ай-ай-ай-ай. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я могу вам сказать, за то время, пока мы снимали этот фильм, мы очень плотно общались с эвоводами. Мы очень долго находились рядом с этими машинами во всех их генерациях. И не было ни одного момента, ни одного дня наших съемок, когда бы к нам не подошел сторонний прохожий и не сказал бы «Господи, какая красивая у вас машина» или «Блин, какой офигенный спортивный болид вы снимаете». Эта машина не оставляет никого равнодушным. Их с каждым днем все меньше. Вообще, наверное, каждый день где-то во Владивостоке кощунственно пилится какое-то количество эволюшенов. Блин, это так прискорбно, потому что люди хотят ими обладать, всегда хотели ими обладать и хотят ими обладать до сих пор. Это машина, которая дарит нескончаемые впечатления, которые не может подарить никакой другой автомобиль. Их надо беречь. Ну, это как бы вымирающий вид, вы понимаете, да? Если посмотреть на рынок, на предложения по продаже тех же шестых эволюшенов Tommy McKinnon Edition, то за них просят какие-то нереальные деньги, но они кажутся абсолютно адекватными, потому что это действительно на данный момент уже редкий, но боевой автомобиль. Этот фильм про, не побоюсь этого слова, исторический автомобиль. Этот автомобиль, он сам по себе история. Очень хочется, чтобы любовь к этому автомобилю не иссякала никогда. Чтобы люди продолжали искать редкие экземпляры, находить их, покупать, приводить в достойное состояние и получать удовольствие за рулем этих прекрасных автомобилей. Этого фильма не было бы без участия огромного количества людей и их любви к машинам. Без их стремления восстанавливать, обладать, участвовать в соревнованиях и сохранять эти прекрасные автомобили для потомков. И неважно, и ва-вот, и субарист, может быть ты ездишь на мощной самодилке, собранной своими руками, а может быть у тебя вообще нет автомобиля. Это твой фильм. Фильм для тебя. И про тебя. Спасибо. 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 Спасибо.